В этом году Клубу 50 Это наш Наш Это наш отечественный интеллектуальный продукт Это не просто программа Это не просто проект Это массовое молодежное движение КВМ все в порядке Движение Все только начинается Движение На старте КВМ Молодежное движение Привет всем, кто в зале И кто смотрит нас по телевизору Если вы видите эту запись Значит в мире все не так уж и плохо Ну а в ближайшие полтора часа Вообще все будет очень весело Продолжаем сезон побед Вторая четвертьфинальная игра И мы начинаем Команды на сцене выстроились в одном ряду Но на самом деле Разное количество баллов Набранное в одной восьмой финала Их приближает к финалу Итак, 9,2 балла У команды КВМ Жест Таганрогский государственный Педагогический институт имени Чехова 9,4 балла Обогнули всю страну Вместе с командой КВМ Сделано в Хабаровске С аналогичной суммой на эту сцену Выходит команда КВМ Рижские готы Несколько ближе готов к финалу Продвинулась команда КВМ Ананас Вязьма 9,8 балла Набрала в прошлой игре Команда КВМ Факультет журналистики Санкт-Петербург Соперничество двух столиц Еще впереди Потому что такие же баллы У команды КВМ Сега Мегадрайв 16 бит Москва Высшая школа экономики Ну и наконец Два неповторимых сезона Подарила премьер лиги Дважды вице-чемпион Команда КВМ 25-я Воронеж Ну здравствуйте, Сан Саныч Здравствуйте, девушки Нормально Это что, у нас всего год не было Вы себе уже новую женскую команду нашли Ну и как они Лучше, чем мы Ну вообще-то Вы себе нового ведущего Тоже нашли И как он вам? Без тебя Без тебя Привет, привет, Лига Без тебя Господи Господи, Дим, как вы нас постоянно находите Я не пойму Меня, между прочим, с вами Александр Васильевич пригласил Да? А если бы Александр Васильевич сказал вам с девятого этажа прыгнуть Вы прыгнули? Да Александр Васильевич, миленький Я вас никогда ни о чем не просила Послушайте, Юля Я думаю, что если вы посмотрите старую, добрую, веселую игру То, возможно, ваше отношение к Дмитрию несколько изменится В жюри премьер-лиги команда КВН 25-я Воронеж Ну и для того, чтобы все уже окончательно разошлись по своим местам У нас сезон побед Поэтому, собственно, побед я вам и желаю Спасибо! Начнем с приветствия И если я не прав, то пусть меня поправит музыкальная заставка Ничего удивительного не произошло Мы действительно играем приветствие Тема его КВН еще тот Именно с таким утверждением выходит на сцену команда КВН Сега Мега Драйв 16 Бит, Москва Небольшой танцевальный юмористический коллектив Сега Мега Драйв 16 Бит Решил отказаться от дурацких танцев И перейти на новый, качественный уровень Итак, встречайте Илья, что это было? Ты посмотри на себя, что это за разрез Какой... Ты что не сказала? А чем ты волосы намазал? Отпусти меня Илья, а это кто? Гардировщица А почему она так одета? Ну что было в гардеробе, то и одела Сега Мега Драйв 16 Бит Началось Ну что ж, раз не получилось с танцами, попробуем с музыкой Наверное, мало кто из вас знает, что недавно в Москве прошел концерт органной музыки И сейчас мы вам покажем, как действительно играет на органе АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Что ж, а мы продолжаем Галь, Галь Честь-то какая Что случилось? Меня на работу взяли Боже мой, кем? Карусечком, и я счастлив Наверное, мало кто из вас знает Что у каждого супергероя Есть свои слабые стороны Итак, в банке Все, стоять от ограбления Я Бэтмен, я спасу вас А сейчас все с нетерпением ждут продолжения мультфильма Конфу-панда Но мы подумали, что наша панда лучше И поэтому решили сделать продолжение номера Про то Про то, как сейчас снимают фильмы и мультфильмы Итак, на съемочной площадке Датчики надел? Да Проверяем Три, два, один, пишем Стоп, снято Курить можно? Да, конечно Помогите! Ты где? Я здесь Бегу Помогите! Спасите! О, Господи! О, Господи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Стоп, снято! Слава Богу! Вот и подходит к концу запас наших шуток И так как нам больше нечего шутить Мы будем вас щекотать Да, Лев, стоп! Илья, опять нам всю игру испортил Вещь, я вам что-то порчу Все, мне это надоело, забирай все вещи и ухожу Так, Илья, стой! Ну что ты в самом деле, мы же одна команда Мы должны держаться вместе и беречь друг друга Вот и подошло к концу еще одно приветствие в премьер-лиге Если оно кому-то не понравилось, можете смело кинуть нас с авокадо Всех Мега Драйв 16 бит, спасибо! Юбилейный для клуба сезон мы начали с экспериментов Главный, пожалуй, из них заключается в том Что вне зависимости от того места, которое занимает команда Все они будут играть вплоть до полуфиналов включительно Но если место в игре значения не имеет То сакральное значение имеют те баллы, которые будут набирать наши КВНщики Кто их наберет больше, тот и попадет в финал Ну а на сцене со своим приветствием готова выступить команда КВН Вязьма Ананас! Добрый вечер, друзья! Толстый, ты че поплыл-то? Че? Да ты посмотри, кто в жюри сидит Ну, 25-я А че в 25-й моя первая делает? Привет, Юлёк! А ты все такая же, да? Пухленьких любишь, да? Ну что ж, еще раз здравствуйте Для начала давайте перенесемся на одну из станций московского метрополитена Дипломы, аттестаты Дипломы, аттестаты Сержант Иванов Удостоверения Дипломы Костя, подожди секунду А Юлька сейчас видела предыдущий номер? Паш, да конечно видела, она в жюри сидит Ну а она как, понравилась? Улыбалась СМС-ка Нам надо поговорить О, Шпеньков напрягаться начал Вахтер, который считает, что абсолютно все в этом мире зависит только от него Куда? 215 Ладно Куда? Мусор выбросить Ладно Сегодня Дмитрий Медведев совершил официальный визит Куда? В Египет Ладно Утренник в детском саду Ну Лиза, теперь твой стишок Летом к бабушке поеду, буду кушать грушу Шпеньков, конечно, молодец, а наш толстый лучше Слышала? АПЛОДИСМЕНТЫ Мэр Вязьма Мэр Вязьма узнал, что к нему в город с проверкой собирается приехать Владимир Владимирович Путин Ну, приедет, что мы ему показывать будем? Так он недавно был в Брянске, звони туда Точно Алло, Сергеич, это Юра Вяземский Да какие умники и умницы Мэр Вязьмы АПЛОДИСМЕНТЫ У тебя Путин был? Был Был Че спрашивал? А че спрашивал? По дорогам гонял О, валит, а А сложные вопросы были? А сложные вопросы были? С подковыркой С подковыркой на логику Набережную смотрел Так у нас нет реки Да Так у нас нет реки У них тоже не было АПЛОДИСМЕНТЫ Че делать-то будем, а? А я считаю, вы все занимаетесь ерундой Нужно бросить все это Начать восстанавливать дороги Детские сады, больницы И всю инфраструктуру района Он уже приехал и сзади стоит Ага Здрасте Друзья, не знаю, как у вас А у нас в Вязьме Очень сложно управлять автомобилем Когда рядом сидит твой отец Особенно, если он Инспектор ГИБДД Так, сынок, время полдесятого Пока еще продают Дуй быстренько в магазин За беленькой Поехали Я доверенность потерял Да зачем тебе доверенность? Ты что забыл? Ты твой батька Угу Тут забудешь В институте каждый второй гнобит С этим еще разберусь Поехали Быстрее Еще бы Че так медленно? Ну так лежачий полицейский Вот сейчас тихо Вот здесь тормози Так, сынок, дай двести рублей, а? Мамка сказала Ничего тебе не давать А и фиг с вами У меня вон фуражка есть Жезл есть Сейчас какого-нибудь лоха найдем Майор Гущин Могу изгнать на ваши А права? Ага, сейчас Доверенность показывай Так я ж с батькой ехал Шо? Кинул тебя твой батька, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Штраф На ты свои двести рублей Триста Ты говорил двести А ты под знаком стоишь На триста Вот А потому что перед законом Все равны И не важно Чей ты, сын? Пап, без пяти десять Ох, ёж Дорогие друзья Что хотелось бы сказать в конце? Подожди, Паш Скажи, вот ты правда Раньше с Юлей встречался? Да нет, конечно Ты что? Это ж КВН Здесь же все условно Друзья, на дворе весна И у меня такое хорошее настроение Что я решил каждому члену жюри Приготовить сюрприз О-о-о! Вот. Да-да. Только, пожалуйста, сразу не открывайте. Да, Дима? Что прям так не терпится? О-о-о! Я так понимаю, набор мормышек Юльке достался. Да, пас, ну хорошенько! Возвращаемся к приветствиям. Конкурс продолжает команда из Таганрога. Жест ТГПИ. Команда «Жест» на сцене. Сегодня выступает в стиле рок. Никакой попсачины не будет. Это Таганрог! А мы из Таганрога. Здрасте! Здрасте! В предыдущей игре мы дали соперникам фору. Кому-то больше, кому-то меньше. Ну, в общем, кто как просил. В этой игре поблажек не будет. Поехали! Такое было в жизни каждой девушки. Танюш, да не расстраивайся ты так из-за него. Ну, не он первый, не он последний. Ты же всего третий день за рулем. Конечно, ты его не заметила. Следующую ситуацию мы увидели в парке. Эх, молодой человек. Глядя на вас, я вспоминаю те времена, Когда молодые офицеры топтали ковры моей парадной. Когда целое поколение физиков и лириков сочиняли для меня... Не-не, допивайте, я ж бутылочку жил. Когда... Некоторым милиционерам из-за переаттестации понадобилась помощь психолога. Я не знаю, как мне дальше быть. Успокойтесь, что вас беспокоит? Вот. Это значок полицейского. И что? Вот так все и говорят. А он должен пугать. Еще у меня больше нет друзей. Почему? У нас стихосмотр отобрали. Дорогие друзья, а мы, как женская сборная, хотим сделать вам сюрприз. Итак, впервые на сцене премьер-лиги выступает хор девушек, обиженных на принца Уильяма. Встречайте! Здрасте. Здрасте. Я пишу о КВН в интернет. Простите, кто? Я вышел в разрыв, жест отвечает слабо. Я говорю, я пишу свое мнение об играх в интернете. А, вас, наверное, об этом кто-то просит. Никто меня об этом не просит. Просто я считаю, что это очень важно, когда люди пишут объективную и интересную информацию. Бушу и в зале. АПЛОДИСМЕНТЫ У Таганрога нет текстового юмора, пытаются вытянуть актеркой. Жюри кривится. Посмотрим, что они в вышке покажут. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит так, скажите нам сейчас в лицо, что вы о нас думаете? Девчонки, вы классные. Классные. Удачи вам в сезоне. Спасибо. Тупая команда бесит наивность. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас узнаем себя. Итак, девушки, за один день до открытия пляжного сезона. Ух, хорошо, что сегодня вспомнили. А то завтра бы толстыми пошли. Ага. Девочки, пляжный план такой. Ляжем в тени дерева. Тут живот попробуй в тени, а ты в тени дерева. Таня, я сейчас не об этом. Ром. Да, что? Скажи, пожалуйста, а что тебе у нас нравится? Ну, у Тани грудь, у тебя ноги, у Насти талия. Так и хочется крикнуть. Трансформеры! Объединяйтесь! Ром, ты нормально же, что ты говоришь? В очереди за билетами на концерт Стаса Михайлова. О, ой, ты глянь, и вы туда же, да? А нам уже есть 37? Нет, я маме билет беру. Ага. О, Таня, а ты что здесь делаешь? Развелась. Развелась, получи билет, давай. Так ты ж только что была. А к нам тетя из Воркуты приехала. А, ну на. Все, извините, билетов больше нет. Так что концерт Стаса Михайлова пройдет... Без тебя. Без тебя. Без тебя. Без тебя. Все ненужным стало сразу для себя. Друзья, ну и что хотелось бы сказать в конце? Ань, успокойся. Стас Михайлов — это не главное. Главное, чтобы финал премьер-лиги не прошел... Без тебя. Без тебя. Все ненужным стало сразу без тебя. С вами была Женская сборная Таганрога. КВН еще тот. Своим приветствием готова это подтвердить. Команда КВН сделана в Хабаровске. КВН. Команда КВН. 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 КОН. КВН. КОН. Сделано в Кабаре. Наш юмор быстрее чем поясов сан. Догоняйте! Итак, в обычной квартире города Москвы. Здравствуйте, вы в Бога верите? Да. Мы из ЖКХ горячую воду отключаем на три месяца. Храни вас Бог. Роман Абрамович в детстве. Рома, домой! Ну все, я пошел. А мы продолжаем. В одном из отделений полиции города Москвы. Ну что, девочки, не поступили, да? Не гляди на меня, аки волк на ягня. В театральное не поступило? Да. А ты? А что я? Я, короче, типа, ну-ка. Все понятно. Нафилологический? Да. Ну а ты? Тоже не поступила? Нет-нет, я целенаправленно. Все самое великое Дмитрий Иванович Менделеев придумал во сне. Айфоны, айфоны, можно вот так рукой брать и листать, представляете? Твиттер, система микроблогов, люди пишут свои статусы. Стой, дурак! Сэдваш, пять ваш. Девушка с крыши, нам две бутылки, давайте, давайте. Совсем недавно по всей стране прошли городские субботники. В них приняли участие даже Дмитрий Анатольевич Медведев и Владимир Владимирович Путин. Ну это правильно, что мы на субботниках. Конечно, нужно быть с народом. Своими руками. Экология очень важна, соревнования. Наша страна. Этим летом выходит последняя часть фильма «Гарри Поттер». Просторы интернета уже переполнены вариантами, что же случится с Гарри и его друзьями. И только наша команда приоткроет вам завесу тайны. Его ждут много преград. Проходить, проходить, вы не проходите. Ага, сейчас. Ага, сейчас. Он будет уничтожать темные силы. О боже, Донцова! Никогда! Абадакидабра! Вот, Достоевский! Лермонтов, читайте нормальную литературу. Его ждет самый тяжелый бой. Остолбиней! 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 Так, пошел вон отсюда. Больной, что у вас? Мужская дисфункция. Остолбиней! 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 Там не помогает ни Сим Солобим, ни Ахалай-Махалай! Ну, правильно, вы же забыли главные волшебные слова. Ляськи-Масяськи! Уськи-пуски! Сим Солобим! А, ну да! А, ну да! АПЛОДИСМЕНТЫ Прикольно! Я думаю. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а как же нам выиграть премьер-лигу? А вот тут я бессилен, бессилен. Обращайтесь к главному волшебнику. Хотя, чем черт не шутит? Сим Солобим! Ахалай-Махалай! Ляськи-Масяськи! Гарри Поттер на всех экранах страны с 14 июля! На торрентах с 10! АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, играйте в КВН! Верьте в волшебство! Да, да! Вы стали питье, включите наши питье, Энергия востока, с любовью к оборотам! Да, да! Сделано в КВН! Следующая команда, которая сейчас выйдет на сцену, будет максимально другой по отношению к предыдущей. Впрочем, они вообще по отношению к любой КВНовской команде максимально другие, потому что на сцене Рижские готы! Рижские готы! Рижские готы! Стоя на этой прекрасной холодной сцене, сразу хочется познакомить вас с новыми членами нашего веселого коллектива. Это Зомби! В прошлой жизни Зомби нацарапал на капоте Бентли «Помой меня!» Его и помыли, и отпели. На Евровиденье попасть мечтает каждый музыкант. И над Германией звучат хиты певцов из разных стран. Их музыкальный креатив у всей Европы на устах. А в это время под землей переворачивался бах. Ну и, конечно же, граф Дракула. В его жилах течет кровь миллионов телезрителей. Встречайте, Виктор Михайлович Коклюшкин! Привет, молодежь! Ща такая рвака будет. Подхожу я как-то к Александру Васильевичу. На юбилей КВН напроситься. Он бежать. Я за ним. Он как втопил. Ну, конечно, догонишь его. Во-первых, он моложе. А во-вторых, на Лексусе. Короче, цирк. Цирк? Вот цирк. Выходят на арену в темноте. В села шанглер, гимнасты и балет. А грустный невысокий человек Не может им включить саппито в свет. Карлик, гимна, карлик, гимна. Выключатель высоко. Карлик, гимна, карлик, гимна. Дотянуться нелегко. Готый. Вы че такие мрачные? У меня сегодня такой день. Я решил своей девушке сделать предложение. Женя, ты здесь? Выходи за меня замуж. Не по-людски и как-то. Да вы что, с ума сошли, что ли, а? Любимая. Мать моя женщина. Сомневаюсь. Женя, пойдем отсюда. Эта секта не для тебя. Не смей называть КВН сектой. Шел бы ты отсюда, теплокровный. Я вам еще покажу. Вот и прозвучали позывные студенческой весны. А это значит, что на этой сцене готический яролаж. Иванов, где твоя сменка? Дома забыл. А голову ты дома не забыл? Нет. Вот. Дяденька, дяденька, я знаю, что у вас сломалось. Что, мальчик? Спина. Итак, класс, записываем тему урока. Марья Ивановна, извините, можно я двух крепких мальчиков заберу? АПЛОДИСМЕНТЫ Там рояль передвинуть надо. Еду в Ватикан. Еду в Ватикан. Будем признательны. Слушайте, ребят, может вы мне тоже поможете, а? Я тут переаттестацию не прошел. Я что подумал? А возьмите меня к себе в команду, о? Я танцую, как бог. АПЛОДИСМЕНТЫ ТОВАРИЩ! Что не так? Вот человек, который танцует, как бог. АПЛОДИСМЕНТЫ АМЕРИКАН БОЙ АМЕРИКАН ДжОЙ АМЕРИКАН БОЙ АМЕРИКАН БОЙ АМЕРИКАН БОЙ АПЛОДИСМЕНТЫ Извините, не признал. АМЕРИКАН БОЙ АМЕРИКАН ДжОЙ АМЕРИКАН БОЙ Европейская молодежь, все на селигер! Покупайте натуральную косметику! Зарядки для телефонов, за экскурсии по Москве! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как символично получилось! Прямо-таки модель Москвы! Люди, живущие внутри кольца, не понимают и поэтому боятся людей, живущих за кольцом! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но все равно мы любим тебя, Москва! АПЛОДИСМЕНТЫ Можно терпеть силу, можно пить ты килом, можешь ждать утро, А я и дальше буду выбирать свое чудо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А я и дальше буду выбирать свое чудо! АПЛОДИСМЕНТЫ Финальную точку в конкурсе поставит команда КВЕН факультет журналистики Санкт-Петербург! АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Академический! В этом году в премьер-лиге экспериментальный сезон! Ну что ж, экспериментировать, так экспериментировать! Давайте посмотрим, как будет выглядеть в следующем году конкурс Евровидения! Ну что ж, добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы начинаем трансляцию Евровидения 2012 из Боснии и Герцеговины! Вы смотрите на эти шикарные декорации! О, смотрите, они еще и ходят! Ну вот, на сцене появляются ведущие нашего сегодняшнего праздника! Встречаем! Хелло! Великолепно в Боснии и Герцеговине! Меня зовут Савва Кокуляш! И я не верю своим глазам, это же Савва Кокуляш, самый богатый человек в Боснии! Ведь именно он держатель контрольного пакета с творогом! А я напомню! Я напомню, в прошлом году в Германии на Евровидении 2011, Савва победил в конце своей песни «Родив ребенка»! So, let's start your vision, please! Look at the screen! Итак, как вы видите, на экранах появляется первый ролик странной участницы! Да, в этом году ролики не пальцем деланы! Под номером один выступает Финляндия! На сцене два брата-близнеца! Рэп-дуэт под названием «Запихало», что переводится как «прятать»! А вот этот проигрыш не случайен! Мы просмотрели все прогоны, и всегда, именно в этот момент, ребята как-то сильно устают. И вот сейчас мы видим, они восполняют калории. Да, за время этого проигрыша я расскажу вам, о чем эта песня. Это эпос про маленькую девочку, которая пошла в лес за грибами и нашла хельсинки. Ну вот, артисты подкрепились и теперь готовы уйти со сцены. И вот на сцене появляется Болгария! Но это не выступление, это болгары просто не могут найти выход. Друзья, обратите внимание на концертный зал, в котором мы находимся. Раньше в этом здании была скотобойня. А теперь на этих же самых крюках висят софиты. Ну и снова на экран, потому что следующая сторона участницы будет вам особенно интересна. Это «Украина». Украину представляет дуэт Оксана и Тарас со своей балладой «Middle Night Love Story». В этом году украинцы решили испортить английский язык. «Но я тебе не вижу! Самые первые 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 книги!» Зачипаю хочу, Ведмите Клещанова. Выступили Нидерланды. Дуэт «Эксгибица найс» с песней «Шоу Милов». Следующими должны были выступить греки с песней «Мы больше не верим в Зевса». Но ребята опоздали, потому что в их автобус ударила молния. Посмотрите, посмотрите, опять болгары. Они так и не нашли выход, зато нашли гримёрку Украины. Ну что же, это были все участники. И вновь на сцене появляются ведущие. Обратите внимание на ведущего. За время шоу он успел побриться. Видимо, сегодня вечером у него важная встреча. Ну что же, мы с вами по-прежнему находимся в Боснии и Герцеговине, причём одновременно. Билет на сегодняшнее шоу стоил две тысячи рупий, поэтому в зале одни индусы. So, that's all of your revision. But no, surprise. Voting. Ведущие, наконец, объявляют голосование. First country is Israel. Hello, Israel. One point goes to USA, one point goes to Russia, and other points goes to nobody. Hello, this is Portugal. And we're better than Spain. Hello, this is Spain. Don't believe to Portugal. Good evening. This is England. Hello, this is Egypt. And 12 points goes to Natasha. I love you. Hello. This is style. Welcome. Thank you, that's all. And the winner of your revision 212 is Bulgaria. Bulgaria? Ну, конечно, болгары. Они понравились зрителям больше всех, потому как единственные, кто не выступал. Да, это было Евровидение 2012 года. Кстати, многие связывают конец света именно с этим мероприятием. А с вами были ведущие шоу и команда КВН. Факультет журналистики. Приветствия сыграны, и мы приглашаем КВНчиков на сцену. Итак, друзья, у судейства в этом году тоже есть свои особенности. Кстати, если жюри единодушно в оценке команды, то капитан ее и предъявляет. Ежели у них есть разноглазие, то за оценки берутся уже все участники нашего уважаемого жюри. Собственно, сейчас мы и выясним, как они будут судить. Насколько я понимаю, главное, чтобы два человека в этой команде между собой прежде всего договорились. И, кстати говоря, очень интересный вопрос. Кто же из них является капитаном? Конечно, мужчина главный в семье и в нашей команде. А капитан Юля? Итак, друзья, прошу оценки за первый конкурс. Максимум 5 баллов. Sega Megadrive 16 бит. 5 баллов. Ананас Вязьма. Вновь 5. Команда Коэн «Жест» Таганрог. 5-4-5-4-5. 4,6 балла. Сделано в Хабаровске. 4-5-5-5-4. Вновь 4,6 балла. Рижские готы. Пять баллов. И факультет журналистики. Вновь 5. Итак, в копилке команд баллов прибавилось. Новый конкурс – это новая возможность еще раз приблизиться к финалу. Продолжаем игру. Мы усложнили несколько для команд схему биатлона. Теперь за команду на рубеже отдувается уже не один фронтмен, а по 4 человека от команды. Прошу вас, кстати говоря, и остаться. Максимум мы разыгрываем 1 балл. Минимум, что может получить какая-то из команд – это 0,5 балла. Итак, прошу по одной смешной репризе. Начинает Ананас Вязьма. В зоопарке примерно раз в две недели слон начинает думать, что забор не под напряжением. Каратист, который за 20 лет ничего не добился в спорте, повесился на желтом поясе. Стюардессы очень любят ТУ-154, потому что там можно курить в щелочку. Гаишники уходят на пенсию, когда из-за живота перестают верить движущиеся навстречу машины. Мужики засиделись в дачной бане настолько долго, что, выбежав нырять в снег, плюхнулись в грядку с огурцами. Мало кто знает, что настоящий Винни-Пух существует. От сказочного он отличается только тем, что задрал двух крестьян. Итак, наши уважаемые судьи должны выбрать, чья реприза была лучшей. Нам понравилась шутка Таганрога про самолет. Итак, команда КВН из Таганрога сохраняет своего игрока, девушку. Она будет ожидать своей очереди, чтобы пошутить вновь. С остальными мы прощаемся. Они погидают эту сцену. Вновь по одной смешной репризе прошу вновь и на нас. Девятилетний Володя сругнулся матом возле мамы, которая чистила рыбу. Пожалуй, это единственный случай, когда человек получил веща карасем. Сын так часто спрашивал папу, а мы приехали, что не доехал до дачи 40 километров. После того, как физрук перешел в другую школу, большинство девочек ушли за ним. Я смешно говорить не умею, поэтому спою. Папа из Васи навряд ли получится, Вася сидел на холодной земле. Влад Топалов на банкете выпил лишнего и принялся названивать Сергею Лазареву. Из объяснительной трудовика. Чтобы хоть как-то успокоить и отвлечь учеников от происшествия, я начал жонглировать пальцами. Итак, Дмитрий, прошу ваше решение. Да, у нас борются Лещ и Лазарев, но побеждает Лещ. Продолжаем вновь вязьма. Страничка спорта. Уважаемые телезрители, вы только посмотрите, что творит польская пловчиха. О, боже мой, она топит котят! Леонид Якубович ушел на пенсию со словами «Прощайте, барабан!» Сильно перекачав колеса, Сергей смог объехать пробку по Москва-реке. Ольга Витальевна на корпоратив надела платье с таким откровенным декольте, что в танце вывалилась из него целиком. Дедушка так сильно раскачался на кресле-качалке, что смог поцеловать пол. Мальчик Митя расстроился, когда узнал, что в канализации живут совсем не черепашки-ниндзя. Нам понравился Коклюшкин с декольте. Команда. Рижские готы. Рижские готы сохраняют своего игрока, а остальные команды теряют по одному участнику биатлона. Ну а мы продолжаем. Вязьма. Только русский боксер, находясь в нокауте, может вспомнить, что сегодня суббота, а значит, можно поваляться чуть-чуть подольше. На чемпионате мира по хоккею наши игроки расслабились, потому что думали, что, как и в премьер-лиге, все команды автоматически попадают в полуфинал. Распечатав фотки с Турции, девушка поняла, почему за все платил тот темноволосый парень. Сработавшая в автомобиле АК подушка безопасности раскидала автомобиль в радиусе 50 метров. Тупой мальчик дышал над картошкой, затем отряхивал рот от земли и выкапывал ее. Хитрый учитель ОБЖ специально неразборчиво говорит на уроках, чтобы после ядерной войны выжил он один и стал прародителем новой цивилизации. Нам понравился Хабаровск. Хабаровск побеждает. Итак, команда КВНСЕГО Мегадрайв 16 бит и факультет журналистики получает полноцелых 5 десятых баллов, потеряв уже всех игроков. Остальные продолжают. Прошу Вязьма. Восьмиклассник Петров зарабатывал деньги, получая двойки. Схема простая. Получил двойку, получил ремня. Снял побои, выиграл суд. После очередных выпускных баллов в больницу была доставлена ничего не помнящая девушка, напевающая «Школа, школа, я скучаю». Хе-хе, умора. Камар, укусивший Ольгу Бузову, чувствует, что начал тупить. Девушка, помешанная на сенсорных телефонах, гладит официанта, чтобы появилось меню. Прошу, Дмитрий, кто убедил? Вязьма. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, команда Квен «Жеста Гонрок». Рижские готы и сделаны в Хабаровске получают полноцелых 6 десятых балла. Победитель забирает все, то есть максимум в один балл. Общий счет после двух конкурсов таков. Команды Квен сделаны в Хабаровске и «Жеста Гонрок» по 5,2 балла. Сега Мега Драйв 16 бит 5,5 балла. Факультет журналистики 5,5 балла. Рижские готы 5,6 балла. И лидирует команда Квен «Алана Связьма» 6 баллов ровно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, продолжаем игру. АПЛОДИСМЕНТЫ На все, абсолютно на все явления нашей жизни Квенчики смотрят по-своему. Это факт, доказанный многолетней историей нашего клуба. Но на этот раз у каждой команды есть всего три минуты на доказательство того, что и взгляд самый оригинальный, самый смешной, самый лучший. Желательно, чтобы эти три минуты в поле зрения команд попало нечто иное. исключительно важное. Что именно, они решают сами. Последний конкурс, он называется «Финальный номер». И начинает его команда Квен. Сделано в Хабаровске. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, действительно, лето пролетит. И сейчас три самых главных месяца стандартного русского отдыха пролетят перед вашими глазами ровно за три минуты. Ну, здравствуй, лето! Я проведу вам обзорную экскурсию. Здесь у нас бар. А здесь достопримечательности, пирамиды, колесей. Для любителей автобусных экскурсий. Извините, а до Праги еще долго? Не знаю. Как ленинградка рассосется. Давай! Ну! Для любителей дачного отдыха. Мама, ну сколько можно? Может, хватит уже, а? Вы мне потом еще спасибо скажете, когда будете есть эту картошку. Какая картошка? Мы на Гоа. Где вы лопату вообще взяли? Пойдемте. Для любителей ровного загара. А вообще скоро готово-то будет, а? Слушай, что ты кричишь? Сейчас будет готово, да? Опа! Для любителей гостиничных обедов. Мама, папа, вы зачем на шведском столе все помидоры собрали, а? Вы еще зимой будете вспоминать наши помидорки. Пойдемте. Да что за люди-то такие, а? Для любителей кругосветных путешествий. Франция. Два коньяка. Мексика. Две текилы. Голландия. Две санбуки. Россия. Доктор. А че у меня печень болит? Для тех, кто любит отдыхать в Сочи. Ну че, пацаны, может пойдем поработаем, а? Да нет, давай отдохнем еще. А, ну да, ну курорт же в Сочи. В Сочи ведь едем. Для любителей силового экстрима. Давай, 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 давай. Друзья, и убедительная просьба. На отдыхе будьте аккуратнее, иначе с вами может произойти деградация. Друзья, отдыхая этим летом, обязательно возьмите с собой фотоаппарат. Конечно, вас не будет ни на одной фотографии, но с другой стороны, и стыдно вам тоже не будет. Приятного отдыха! Итак, продолжаем. На сцене команды КВН «Жест» ТГПИ «Таганрог». Друзья, КВН смотрят не только взрослые, но и дети. И кому, как не нам, будущим педагогам, уделить эти три драгоценные минуты будущему поколению. Итак, сказка «Аленький цветочек». Дочери мои, уезжаю я в страны заморские, что привезти вам? А привези ко мне, батюшка, кокошник. А мне, батюшка, привези пряжу. А мне, батюшка, цветочек «Аленький». Будет исполнено. Дочери мои, уезжаю я в страны заморские, что привезти вам? Бать, ты чё, прикалываешься, что ли? Мы ж тебе уже сказали, цветочек «Аленький», пряжу и кокошник. А, да, всё, всё, тогда пошёл, всё. Там какой-то другой порядок был. Хорошо, кокошник, пряжу и цветочек. Во, во, всё, всё, запомнил, батя ушёл, всё, батя нет. Четверг. А это значит, дочери мои, уезжаю я. Что привезти вам? Батю нормального. Катя. Я не Катя. А где Катя? А у нас нет Кати. Я думаю, чё она ничего не заказывает? Батя, ты себе на лбу крест поставь, что привезти надо кокошник, пряжу и цветочек «Аленький». Чё ты на батю орёшь? Батя запомнил, всё, батя ушёл, батя нет, всё. Настя, не поворачивайся. Это батя. Чё крест на башке означает? Батя, ты издеваешься, что ли? Мы же дочери твои, старшенькая, средненькая, любименькая. Хороши. Тебе б ещё, кокошник, вообще б красавица была. Так привези его, пряжу и цветочек. Всё, понял, всё, всё, ушёл, всё, нет. Прошёл год. Вот сейчас батя всё запишет и привезёт. Чё там надо было? Кокошник. Пряжу. Цветочек «Аленький». Кокошник через «О» пишется? Батя, уйди отсюда. Всё, батя исчез, батя как ниндзя, всё. Дочери мои, вот, вот человек, который всё запомнит. Что там надо было? Ош. Да, чудище заморское, что случилось? Сидит в клумбе, цветы дерёт и рядом с собой бросает. А с ним ещё что-то было? Ну, цветочек «Аленький». Это для меня. Пряжа. А это мне. И этот, как его, наволочка. Хотя тебе больше бы кокошник подошёл. Дорогие друзья, ну и что мы хотели сказать этим номером? Читайте русские сказки. Будьте молоды и веселы. Играйте в КВН. И дочери мои. Уезжаю я в страны заморские. С вами была женская сборная «Таганрога». Ну и для всех любителей изысканного питерского юмора выступает команда КВН «Факультет журналистики» Санкт-Петербург. Мы продолжаем приятно экспериментировать. На современной эстраде в текстах песен такие понятия, как любовь и дружба умудряются превратить в ерунду. Мы же считаем, что при правильном подходе даже из простой детской песенки можно сделать настоящее взрослое шоу. Итак, рок-опера «Антошка-картошка. Суперзвезда». Эта история поведает вам о мальчике Антоне, который не хотел копать картофель, и тогда толпа наказала его. Антуан, Антуан, бежи, откопай-ка нам картофель. Антуан, Без обеда никак, как-никак, не хватает для щей овощей. Откопай, откопай, откопай нам, Антоха, скажай Из-под земли достань, из-под земли достань Тили-тили траливали, это нам не задавали Я читал закон, детский труд запрещен Статья 206 пункт 2 УК РФ Без картофеля я ослеп, я не кушал много лет Накорми нас, прошу Антон, мы устали от макарон Болем мы, накорми, Антон, болен я без еды, Антон Болем мы, нас спаси Антон, Болем мы, Должен быть Антон На лопате чьяда кровь Он убил деда безоружного, он убил деда безоружного Ладно, кровно пронзил деда старческое тело Затанул его с торца Он убил деда безоружного, он убил деда безоружного Нет, я дедушку не бил, а я дедушку любил Но отправил братцам я Извините Слушай, рыжий, ты совсем конопат Ведь у нас не так уж много лопат Чтоб одну из них испортить, а бы деда убить Если каждый будет брать Да и деда убивать Скоро не с кем будет бабкам спать Казни, ты хочешь избежать в поле? Тогда иди копать И картованки дай бешки Поверху дедавай башки Эх, ладно, я согласен Эта сказка будет всем наукой В этой сказке тоже есть мораль Если вы убийством запитнали свои руки Не забудьте вымыть им бинталь Это параночки конфет Мары, растаманы Лизные заводки Продолжаем наш финальный номер На сцене команды КВН Рижские готы Театр юного, но уже седого Зрители Рижские готы представляет Готическая постановка Приключения Буратино Мальвина и Буратино Десять лет совместной жизни Скукотища Алло Ваш курьер пиццу может доставить? Можно и с грибами Можно и с морепродуктами Да нам не принципиально Нам человек нужен Привет, папа Карло Ты смотри Десять лет вместе живут А внуков так и не настрогали Я вам что, зря Камасутру На свадьбу подарил? Тоже мне подарок От него никакой пользы Все могут короли Все могут короли И это много раз заказано не мной Но что ни говори Страницу 23 Не может ни один Ни один король Все, пора мне когти рвать В смысле? В маникюрный салон опаздываю Тем временем где-то на болоте Привет, Тортилла Почему тебя не было на нашей свадьбе с Мальвиной? Я была на другой свадьбе в Британии На свадьбу Уильяма и Кэтрин Приглашен был Элтон Джон В Европе нет на них запретов И с мужем он своим пришел Дала добро Елизавета И приветствовал Аббат Их бы всех сошгли за это Триста лет тому назад Тортилла Ты не видела мою Мальвину? Я видела как слуги Карабаса Потащили ее в старый театр А в это время в кукольном трэш-театре Карабаса-Барабаса Бродячий вертеп Больше кукол! Мне надо больше кукол! Больше кукол! Ты кто такой? Я Дурикур Может быть Дуримар? Одно другому не мешает Пошел вон отсюда! Ты кто такой? Я Крот Леопольд Ребята, давайте жить глубже Не то! Это все не то! Больше кукол! Больше! Ого! Вот это кукла! Совсем другое дело! Я спасу тебя, Мальвина! Дуэль? Дуэль! Ай! Что с ним? Желудочков пара Правый и левый Клапан метральный И перикард Пара предсердий Трехстворчатый клапан Эпикард, эндокард И миокард И вот все это Остановилось Вот все это Замерло И пускай эта сказка Придумана нами В ней так же, как в жизни Неизменно одно Чем бы в жизни Вы не занимались Постарайтесь все делать Чтоб было страшно смешно Чтоб было страшно смешно Продолжаем на сцене команды КВН Ананас Вязьма Дорогие друзья Президент России Прежде всего Обычный гражданин Иногда у него Тоже бывают выходные Итак Три минуты Выходного дня Президента Алло Да я дома сегодня Пришли пластиковые окна вставлять Ну да Нужно дома побыть Ну давай Позже наберу Так, что у нас тут в компьютере Дмитрий Анатольевич Все сделаем в лучшем виде Молодцы А где у вас тут курить можно? Ну так пойдемте на балкон О, хорошо Вон там беседку видите? Вот там и курите Ага Да, кстати, ребят Если вдруг что-то будет нужно Вы не стесняйтесь, спрашивайте Дмитрий Анатольевич У меня тут сын в МГИМО хочет поступать Все поняли Алло Да, помню этот законопроект Сейчас на компьютере посмотрю Так, папка работа Мои документы Его документы Все-таки Да, да, нашел Завтра на флешке принесу Да, Константин Петрович Ну а почему вы мне набираете? Игорь Петрович, ну я сейчас очень занят Давайте позже созвонимся Митрий Анатольевич Да не за что, не за что, ребят Так, что я должен был сделать? Так Так, позвонить Комарову по поводу ремонта детского садика Игорь Геннадьевич Ну в самом деле Четвертый раз вам приходится напоминать про этот садик А жалобы на вас продолжают поступать Вы уж как-нибудь Ой, я кажется не тому Комарову набрал Не волнуйтесь так сильно До свидания, да Так Куда бы вечером сходить? О, в театр Что там у нас по пробкам? Ничего себе Так Алло Сергей Семенович Знаете, что я хотел сказать? А, да нет Все нормально Видимо интернет глючит Митя Анатольевич Мы все сделали Ну, молодцы А можно маленькую просьбу? Конечно Распишитесь, пожалуйста, для моего сына Что, прям в дневнике? Ну да, он мне плохо учится Думаете, это его подстегнет? Думаю, это всю школу подстегнет Ну, сколько я вам должен? Да, не сколько Нет, ну, сколько я вам должен? Да, не сколько Ну, сколько я вам должен? 20 тысяч Сколько? Да, не сколько Дорогие друзья Собственно, к чему был этот номер? Знаете, на последнем заседании правительства Президент отметил, что в России очень много хороших юристов, экономистов и финансистов Но, несмотря на это, в нашей стране требуется как можно больше высококлассных, квалифицированных рабочих И мы с этим полностью согласны Пойдем переделывать Завершаем игру Последний финальный номер в исполнении команды КВН Сега Мега Драйв 16 бит Москва Наша команда считает, что КВН это клуб не только веселых и находчивых, но и здоровых людей И мы решили, что вы здесь засиделись И вам надо немного размяться И поэтому вставайте со своих мест и повторяйте за нами Итак, поехали! Качаем мышцы Итак, первое упражнение Наклоны Повторяем И раз, два, три, коснулись пола, четыре Закончили упражнение Теперь то же самое, только для толстых И раз, два, три Закончили упражнение Продолжили Качаем мышцы Продолжаем Следующее упражнение Наклоны в сторону И Показали на ведущего Не показали на ведущего Показали на ведущего Не показали на ведущего Закончили Показывать, не показывать на ведущего Продолжили Качаем мышцы Приступаем к растяжке И раз, два. Переступили растяжку. Продолжили. Качаем мышцы. Следующее упражнение. Я одеваю на себя обшипер, включаю. И теперь я чувствую, как мое тело наполняется силой. Продолжаем с обшипером. Качаем мышцы. Следующее упражнение для тех, кто много сидит в офисе. Итак, тренируем ягодицы. И раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Продолжили. Качаем мышцы. Так что музыка. Человеку плохо. За ней есть врач? Я врач. Тогда это упражнение для тебя. Закончили упражнение. Переходим к йоге. Итак, настроили связь с космосом. Открываем чакры. Не, ну не так широко. Итак, вы в лесу. Вы медленно идете между деревьев. Медведи, бежим! Итак, вы внутри медведя. Каждый из вас внутри своего медведя. Вы едете своего медведя изнутри. Я не буду есть. Почему? Я вегетарианка. Так, кто не наелся? Я не наелся. Помоги ей. Закончили упражнение. Так, стоп. А где Галя? Я не знаю. Я схожу за ней. Ёлки-палки. Пошли со мной, поможешь мне. Видишь ее? Да. Оговорила вегетарианка. Закончили упражнение. Итак, наше упражнение подходит к концу. И теперь вас ждет финальный мега-сет от команды КВН Sega Mega Drive 16 бит. Повторяем за мной. Поехали. 16 бит. Спасибо. Итак, финальный номер сыгран. И мы ждем КВНщиков на сцене. Продолжение следует... 4-4-4-3. 3,6 балла. Команда КВН. Факультет журналистики Санкт-Петербург. 4-4-4-3-4. 3,8 балла. Команда КВН. Рижские готы. Четверка. Единодушно. Далее Ананас Вязьма. Вновь 4 балла. И завершали игру КВНчики из Москвы. Сега Мегадрайв 16 бит. 4-3-4-4-4. Общий счет по итогам игры такой. Команда КВН. Жесты Ганрог набрала 8,8 балла. Сега Мегадрайв и факультет журналистики набрали по 9,3 балла. Сделано в Хабаровске 9 баллов ровно. Рижские готы 9,6 балла. И команда КВН. Ананас Вязьма 10 баллов ровно. Таким образом, по итогам 1-8 и 1-4 финала. Команда КВН. Жесты Ганрог набрала 18 баллов. Сделано в Хабаровске 18,4 балла. Рижские готы 19 баллов ровно. Факультет журналистики и Сега Мегадрайв по 19,1 балла. Ананас Вязьма 19,6 балла. Но еще не все. Перед тем, как расстаться, мы на немного окажемся в полуфинале. Дело в том, что КВНщики сейчас получат задание на видеоконкурс. Вот здесь билеты. Вам нужно выбрать. И на обратной стороне будет написан тот жанр, в котором вам предстоит снять фильм. Прошу, Сега Мегадрайв. Жанр фантастика. Фантастика. Замечательно. Санкт-Петербург. Исторический фильм. Поздравляю вас. Ананас Вязьма. Фильм ужасов. И это правильно. Ну, а какой вам достанется? Прошу. Комедия. Не хотел бы я увидеть эту комедию. Хабаровск. Ух ты, музыкальное кино. Единственный вариант для Таганрога. Детское кино. На этом все. Спасибо всем. Увидимся еще не раз. Ведь КВНу в этом году 50 лет. До встречи на Первом канале. Пока. КОНЕЦ